Кстати, я вот во всем этом... Да, пообщались они с аварией очень хорошо. Специально диалог пересказывать не буду. Просто посмотрите или прочитайте. Оно очень близко к книжке сделано. Я одного не понял. Вот авария. Свистнула со стола секретный документ. Ну, то есть, человек, который ее спалил, ее заложить не смог, потому что безвременно почил. А документа, между прочим, нет. А документы где? Никто не видит. А копий там нет. Письмо было и письма нету. Где письмо? Может быть, вы этим озаботитесь? Потому, что секретное донесение исчезло. Откуда? С главного штабного стола. Это же ЧП. Ладно, у вас убили офицера. Это тоже ЧП. Так это два ЧП. Вы вообще не собираетесь заниматься пропажей документов собственного стола. Кстати, а кто мог их спереть? Там еще должен быть начальник секретной части. Который за всем этим должен смотреть. Но не лично же папа должен быть. Он такого, конечно, в средние века даже примерно быть не может. Как у Цезаря Поска. Как и тут должен быть человек, делопроизводитель. То есть, вы написали письмо, донесение. И оно у вас не отправилось. Почему оно не отправилось? Ну, вы же его не так просто, видимо, писали. Не для развлечения. А потому, что оно пропало. Отправить его... То есть, нужда в его отправке исчезла? Вместе с исчезновением письма? Нет. Не исчезла. Его нужно все равно отправлять. А и искать того, кто свистнул документ. Учитывая, что посторонний человек тут ровно один. И никто больше к папе Тайвину не заходит в его помещении. То вариантов... Круги сужаются. Вариантов крайне немного. Пообщаться с девочкой надо на эту тему. Или не пообщаться. Последить. Тем более, что это несложно. Она там одна такая. Если бы это был какой-нибудь очередной доллдон солдат, они все одинаковые. Все халили на одно лицо. Да. А девочки, переодетые в мальчика, она весь замок одна. За ней следить делать нечего. Что она делает. С кем общается. Может друзья какие есть. Наверняка. Вот. Может и не она брала документ. Это тоже такое может быть. Может просто на нее кто-нибудь сел. Она к жопе прилипла. Он с ней ушел. Такое тоже бывает. Никто просто не заметил в суете. Но самый главный подозреваемый, на мой взгляд, это единственный посторонний человек, которого вы не знаете в этом помещении. Это девочка. Но про рулон к жопе тоже интересная версия.